И всем приветики! Доброе утро! И мы едем на остров Лансаретта, покорять, так сказать, дикую-дикую Исландию посреди Атлантического океана. Выезжаем, наконец-то, с этой нудотины, вот, с этого прекрасного острова Френт-Авентура и направляемся на Лансарет. И там мы проведем один день, а потом у нас будет самолет на Гранд-Канарио. Я надеюсь, что меня вообще слышно, если я это говорю. Не знаю, это все. Ладно, со мной, мои друзья. Целый один. И да, все, это мой первый и последний паром. И все, у кого плохо с вестибулярным аппаратом, то лучше перемотать этот момент, ведь наш корабль раскачивал на волнах так, как будто он вот-вот треснет напополам. Конечно, океанические волны это еще тот экстрим. Да, в общем, можете и сами это видеть. Паром с точки А до точки Б доехал за 45 минут, что стоило нам 18 евро. Курсируют также паромы побольше и побыстрее. На них цена, соответственно, дороже. Но их, по крайней мере, так не трясет. Когда мы уже добрались к месту назначения, город Плайобланка, первым же делом мы ринулись на поиски места, где нам смогут арендовать машину. На тот момент мой стаж составил меньше двух лет, и поэтому не все конторы хотели с нами связываться. Тем более, мы хотели взять арендованную машину в этом городе и оставить ее в аэропорту, возле столицы острова города Арисита. Цены, которые нам озвучивали, нам точно не подходили. Дешевле уже на такси поездить. Стоит еще понимать, что нашей целью посещения острова Лансерота стал парк с вулканами Demon Fire. И так как весь наш план с тачкой накрылся медным тазом, то нам пришлось прибегнуть к плану B. И как хорошо, что в этом городе, где мы были, оказался туристический центр, где нам подсказали, как нам добраться своим ходом. Где нам напихали разные карты по меньшим, карты побольше. Во-первых, нам сразу же сказали, что на тот момент, когда мы приехали, все билеты распроданы на туры на сегодня. То есть мы не могли поехать в туристическую группу, взять автобус и выехать с того города и доехать до вулканов. Поэтому нам следовало действовать своим ходом. Но, к счастью, нам объяснили, что нам нужно делать. Сначала на общественном транспорте мы удовлетворились городу Айзе. Откуда уже взяли такси за примерно 10 евро и доехали до нужной нам точки. Точнее, до этого парка. Еще одной интересностью стало то, что таксист остановил нас возле шикарного места, где отдыхал караван верблюдов. И это выглядело фантастически очень круто и подходящее к атмосфере этого острова. Что вас ждет на вершине, прямо возле входа в парк? Большая парковка, кафе с панорамным видом, сувенирные лавки. И тут ребята жарят какое-то мясо над разломом, откуда выходит жар с недр земли. Ничего особенного. Групки туристов также развлекают разными шоу. Например, запихивают солому в такой же разлом, где температура настолько большая, что позволяет подпалить всю эту солому. Еще фокус с гейзером. Когда парень заливает воду в определенные отсеки, откуда под давлением и под температурой их выносит с большой скоростью наверх. В общем, все. Теперь ближе к делу. Вот вы покупаете билет за 10 евро. Кстати, цена, мне кажется, шикарная. И садитесь в большой автобус, который будет вас возить по парку. Да, самостоятельно на своей машине вы туда не заедете. Ну, конечно же, если вы не милленер. Идеальнее всего будет занимать место в самом начале. Там лучший вид. Прямо наискосок от водителя. Тогда обзор будет на все три стороны. Мы, в принципе, так и сделали. Звучивать всю нашу поездку по парку я бы не стал. И говорить про вулканы, их происхождение. Это совсем не то, о чем я думал на тот момент. Тогда я просто сидел с открытой челюстью и не мог поверить, что это существует на нашей планете. Поэтому предлагаю вместе со мной окунуться в эту космическую атмосферу и посмотреть на то, как могла выглядеть наша планета миллионы лет тому назад. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Когда мы подъехали к этому парку, таксист сразу же нас предупредил, что назад мы сможем добраться только по предзаказу. Например, позвонить по телефону или попросить в ближайшем кафе, чтобы они вызвали машину. Мы воспользовались вторым вариантом и снова же на токсин добрались до города Айзе, откуда уже автобусом до города Аресифа. В столице острова Лансерота, в городе Аресифа, мы провели всего пару часов. Для такого маленького города это вполне достаточно. По некоторым улочкам мы прошлись даже пару раз. Что стоит вам посмотреть? Там красивая набережная, классные бухты с корабликами, порт, а также замок Сан-Габрио, который вроде как является и историческим музеем. Я бы также хотел порекомендовать отель, в котором мы остановились, в городе Аресифа. Цена и название появятся на экране. Этот остров стал для меня необычным еще тем, что я за дни сутки посмотрел на закат и встретил рассвет. А как это было? Смотрите. Страшное видео с утра, ракурс снизу, красное лицо, все опасно. Всем привет, Тули. Мы сидим и ждем наш самолет. Мы на Лансероте, это мой четвертый аэропорт. У нас сегодня будет третий перелет, но у меня третий перелет. Летим мы на Гранд-Канарию. Сейчас покажу. Где-то сзади меня табло. Впереди, конечно, самое главное табло, а сзади еще одно. С рейсами. Там где-то наш самолет. Мы пришли за два часа, потому что мы очень пунктуальны. Да, мы сюда пришли. Мы ночевали в Аресифе. И мы могли заплатить 12 евро, чтобы доехать до аэропорта. Но это для слабых. Поэтому мы решили пройтись пешком. Здесь 6 километров идти, в принципе, где-то за час. Мы добрались, и сейчас 7 утра, и мы в аэропорту втыкаем, ждем, пока откроется стойка регистрации, которая сзади меня где-то там. Но тут тупо никого нет. Я вижу, что испанцы очень пунктуальны. Мы-то пришли за два часа, а их нет. Такое. Поэтому, ну, будем ждать, короче. Все, и удачного нам полета. Субтитры подогнал «Симон» А чтобы не пропустить следующие серии, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. До встречи на Гранд Канаре! Субтитры подогнал «Симон»